Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Технобар+. Сегодня у нас распаковка нового смартфона от компании Infinix. Новый бренд, который очень дерзко зашел на рынок Китая, Европы. Как-то так, друзья. Этот бренд предоставляет классные показатели и классную начинку смартфонов за относительно небольшие деньги. Данный смартфон приобретался в магазине Comfy за сумму 4800 гривен. Как-то так, друзья. И давайте приступим к распаковке. Изображение непосредственно самого смартфона. Название Infinix Note 8. То есть Infinix Note 8. Сразу же компания акцентирует внимание, что дисплей здесь аж, друзья, 6,95 дюйма. То есть практически планшет без 0,05 дюйма. 0,05 дюйма. Оперативной памяти, друзья, 6,128 гигабайт постоянной памяти. Это, несомненно, круто, друзья. Итак, по бокам у нас коробочки. Коробочка в таких вот интересных цветах. Название Note 8. Здесь Infinix. Чуть ли не Infinity. Note 8. Итак, вот здесь у нас тоже интересные есть показатели, друзья. Опять же, название модели Note 8. 6 оперативки, 128 по стоянке. Bluetooth идет у нас. Bluetooth у нас идет, друзья, версии, насколько я помню, версии 5.1. Нет, 5.0 все-таки, друзья. Нет, версия 5.0, ну, особого отличия я, честно говоря, не чувствовал. Само, когда пользовался версией Bluetooth 5.1. Android 10 из коробки. Аккумулятор, друзья, внимание, 5200 мАч. Это какой-то монстр. Монстр почему? Сейчас объясню по автономности. Android 10 на борту. 16 мегапикселей. Фронтальная камера двойная. А также 64 мегапикселя. Основная камера, макролензы, макрообъектив. В общем, вспышка там крутая. Процессор Helio G80. Неплохой процессор, друзья. Поддерживает смартфон, к сожалению, стандарты связи только до 4G включительно. 5G, к сожалению, нет, поскольку процессор не поддерживает. Размеры смартфона 175 на 78 на 895. Дисплей 695. Разрешение, друзья, внимание, HD+. То есть, иными словами, 1640 на 720. Присутствует компас, G-сенсор, L-сенсор, proximity sensor, сканер отпечатка пальцев сбоку, гироскоп. Ну, вот основные его преимущества, собственно говоря. И, друзья, стереодинамики с быстрой, смартфон поддерживает быструю зарядку. И присутствуют также стереодинамики. Вот название компании, которые участвовали, скажем так, в разработке данного смартфона. Это их сайты. Что касается свежести, когда произведен смартфон, я пока этой информации здесь не вижу. Ага, она, скорее всего, вот здесь. Сделан он в Китае. Иными словами, модель называется X692. Ну, как-то так, друзья. Не могу найти я почему-то дату. Кто знает, когда смартфон был представлен, пожалуйста, отпишитесь в комментариях. Кстати, подписываемся на канал, друзья, кто не подписан. Коробочка. Непосредственно сам смартфон. С таким вот... Вот продумали, продумали, исправили, как говорится, ошибки предыдущих компаний. Продумали вот хлястик. Сразу все вытаскивается. Смартфончик. Пока отложим его в сторону. Так, сама коробочка с аксессуарами. Скрепочка, которая нам понадобится. Скрепочка самая, конечно, простая. Пока так же в стороночку. Здесь какие-то наклеечки, я так понимаю. И мы, и так далее. Зарядное устройство у нас идет максимальной мощностью 15 Вт. Как можем мы видеть. Нет, 9 Вольт 2 Ампера. 9 Вольт 2 Ампера. 18-ваттное зарядное устройство у нас. Вот с таким вот интересным оригинальным салатовым коннектором. Кабель, друзья. Кабель идет Type-C с оранжевыми коннекторами. Это говорит о том, что больше 3 Ампер может пропускать кабель. Как мы можем видеть. Длина кабеля, друзья, 1 метр. Кабель довольно-таки плотный. Мне нравится. Как на мой взгляд, в этом плане тут все круто. То есть, в принципе, будем еще тестировать с другими зарядными устройствами этот смартфон по скорости зарядки. Мне кажется, что он все-таки покажет какие-то несколько иные показатели улучшенные, нежели от стандартной зарядки. Итак, друзья, открываем саму коробочку. Что у нас здесь? Ну, сразу же хочу заметить, друзья. Есть чехол силиконовый. И причем не обы-якого качества. Здесь шершавенькая идет у нас чехол силиконовый. Дабы он не прилипал к смартфону. Все вырезы внизу соответствуют. Ну и небольшая защита камеры, как я понимаю, будет. Здесь есть, друзья, стекло. Хоть какое-то, но тем не менее, друзья, производитель позаботился о том, скорее всего, что пленочки там нет на экране. Но стекло уже есть. Поклеим стекло, проверим, все протестируем. Это уже вот такой лайк. Редко, когда кто ложит стекло. Здесь идет мануал у нас. То есть инструкция со всеми показателями, как заряжать, как подключать. Она, к сожалению, только, друзья, на английском языке. Но, тем не менее, все это, в принципе, простительно. Стеклышко есть, обязательно его поклеим. Далее, друзья, что еще? Непосредственно теперь сам смартфончик. Сам смартфон, конечно, цвет. А ну, снимаем сразу эту пленочку. Да, 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 да. Внешний вид смартфона, несмотря на то, что это, скажем так, лопатофон. Внешний вид смартфона обалденный. Он сделан, как будто алмаз. Как мы можем видеть. Цвета такие с градиентом, с градиентным переливом от голубого к зеленому. Как мы можем видеть. Вот такие, как насечки. Такое впечатление, как 3D эффект. Да. Друзья, сразу же проверим, как смартфон смотрится в чехле. Вот как-то так. Чехол, сразу показываю камеру. Он защищает, хоть немножко, но защищает. Это уже, несомненно, круто. Чехол сидит плотно, как мы можем видеть, друзья. Но все равно, вот краешки, как бы, такое, скажем так. Надо клеить стекло, либо пленочку, однозначно. Возможно, поклеим ту. Камера, как мы можем видеть здесь, на 64 мегапикселя. Сразу сигнализирует нам надпись. Ну, скажем так, не сильно портит красоту этот чехол. Непосредственно на задней панельке у нас идет пластик, конечно же. Идет блок камер. Тут 4 камеры. И аж четвертой, четверной, на 4 светодиода у нас идет вспышка. Надпись 64 мегапикселя. Камера с искусственным интеллектом. Дизайн by Infinix. Вот как-то так. И здесь название самой компании Infinix. И больше, друзья, ничего. Вот это меня радует, что вот название только Infinix и больше ничего. Итак, друзья, камера, конечно, выпирает, но тем не менее, чехол ее защищает. По правой стороне у нас смартфона идут кнопка включения-выключения, она же датчик отпечатка пальцев. Нажимается так удобно. Качелька регулировки громкости, друзья, идет. Тут по верхнему торцу у нас ничего. По левой части у нас идет... Сейчас посмотрим, какой лоточек. Ну, как мы можем видеть, друзья, лоточек здесь царский. Вот такой вот интересный лоток. У нас идет... Можно ставить одновременно и две nanoSIM-карты формата nano, получается, и microSD-карточку. Также уплотнительная резиночка в наличии. То есть, от попадания влаги в лоток. За лоток супер. Лайк. Кстати, лайк авансом этому видео, друзья, и подписка на канал с вас. Вам не трудно, а мне приятно. Больше здесь по левому торцу ничего. Это, конечно, все крашеный пластик. Микрофон. Выход под стандартные наушники, друзья. Это уже супер. Можно подключить стандартные наушники, либо беспроводные. Разъем Type-C и динамик. Один здесь, один динамик подпевает ему вот здесь. То есть, стерео здесь должно быть неплохим. Сама наклеечка, кстати, на экран. Название компании, лозунг компании, либо слоган. Показывается, что на 6,95 дюйма здесь дисплей. С двойной камерой Infinity. О, почему-то они ее назвали. Вот. На 64 мегапикселя камера. Далее, друзья, что у нас идет. Процессор Helio G80. 5200 мА батарея. Это основные преимущества смартфона Infinix Note 8. Ну что ж, включаем его. Первое включение. Посмотрим. Вернее, не первое. Я его, конечно же, уже проверял. Включал, дабы все в порядке было. И сейчас... Простите. Меня интересует такой нюанс, как будет выглядеть. Ух, богатое такое вот оформление, конечно. Как будут выглядеть вот эти две камеры. И будут ли они, в принципе, мешать. При просмотре этого дисплея. Дисплей неплохой, друзья. Сразу я уже вижу, несмотря на то, что HD+, разрешение. Да, да. Неплохой дисплей. Камеры. Как-то они влияют или нет. Вы знаете, друзья. Вот хочу вам сказать, если сравнивать со смартфоном Redmi Note 10. Либо даже Redmi Note 10 5G. Но, честно говоря, меня больше раздражает вот эта камера на Redmi Note 10 5G, нежели расположение, как на Infinix. Как на мой взгляд, вот эта камера, вот как-то смотришь, допустим, но в этот угол не смотришь. А вот здесь еще по бокам можно и смотреть, как говорится, изображение. Ну, как на мой взгляд, я считаю, что неплохо. Проверяем сразу, на каком андроиде у нас смартфон. Так. О смартфоне. О телефоне. Где у нас тут информация? Вот, конечно, меню немножечко уже замудренное. Центр уведомлений. Ну, смартфон у нас на 10-м андроиде. Понятно. Вот, собственно говоря, все здесь якобы как у Xiaomi компании. Довольно такие вот неплохие идут рисунки, которые можно установить в качестве обоев. Постоянно они обновляются. Можно выбрать яркие, классные обои, какие угодно. Ну, как на мой взгляд, с этим здесь полный порядок. Вот такого плана можно обои выбрать. Конечно, HD+, разрешение, возможно, оно не даст. Такого качества. Но, тем не менее, друзья, как на мой взгляд, кастомизация, наше все, как говорится, ну, мне нравится. Мне нравится. И камеры, собственно говоря, не мешают. Ну, вот как-то так, друзья. Это была распаковка предварительной осмотра смартфона Infinix Note 8. Впереди еще много тестов, тест-камеры и так далее. Этот смартфон способен удивить, друзья. Предупреждаю заранее. Будет всего очень много интересного материала. Материал, можно сказать, уже в работе. Поэтому как-то так, друзья. С вами был канал Технобар+. Кому понравилось видео, ставим лайк. Подписываемся обязательно на канал, друзья. Вот просьба настоятельная прямо. Всем удачи, всем хорошего дня. Берегите себя и родных. Берегите себя и родных.